Изъятых в Зеленограде из многодетной семьи детей пока так и не отдали матери. По предварительным данным, необходимо время на оформление документов. Скорее всего, ситуация разрешится не раньше понедельника. Хотя в это спорное дело с самого начала вмешалась уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Сейчас 8 детей, многодетной мамы Светланы Дель, находятся в инфекционном отделении в детской клинической больнице Миниспиранского в Москве. Еще двое, шестилетний мальчик и девочка, в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград». Накануне вечером Светлане обещали их отдать, но этого не произошло. Я общалась с детьми. Сын спал уже, а дочка не спала. Дочку мне привели. Она, конечно, была очень расстроена, она плакала. Просила забрать ее домой, говорила, что там ей плохо. Это все слышали, что находиться тут никому не может нравиться. Не получилось сегодня забрать детей, хотя никаких ограничений на общение у меня нет по-прежнему. Мне пообещали, что постараются сделать это как можно быстрее, но точных сроков не назвали. В общей сложности из семьи забрали десятерых приемных детей. Произошло это после того, как один из сыновей, шестилетний Сережа, пришел в детский сад. Якобы со следами побоев. Якобы ребенок заявил, что его бьет отец. Сразу после этого его и еще семерых братьев и сестер отправили в больницу, потому что у них ВИЧ. А двоих без заболеваний в приют. Сама Светлана опровергла заявление о том, что к ней домой приходили представители органов опеки. Ранее те сообщали, что обнаружили там антисанитарные условия. Ситуация была для нас тоже очень неожиданно и шоковой. 10 числа к нам пришли днем работники полиции и специалисты опеки. В этой семье 16 детей. Больше половины из них приемные и усыновленные, у некоторых ВИЧ. До злополучного инцидента с побоями во всех инстанциях считали, что семья живет счастливо. Да и сейчас там не спешат с выводами, по крайней мере, пока лишение прав матери речь не идет. Между тем, у самой многодетной матери серьезные претензии, например, к полицейским. Сотрудниками полиции было грубо нарушено тайное усыновление, потому что они, совершенно не стесняясь присутствия детей, делили их на усыновленных и кровных. И говорили, что те, кто его не рожали, те не ваши. На что они никакого права не имели, тем более при детях. Ну, младшие дети, конечно, не в курсе. История сложная, разбираться в ней будут спецкомиссии, которую создали при аппарате омбудсмена. В комиссию вошли правозащитники, сотрудники органов опеки. Теперь они будут вместе, все переведены в Зеленоград, поближе к маме. Никто не будет отнимать детей, нет никакого изъятия вынужденного и так далее. Еще раз говорю, что это только на время выяснения обстоятельств. За разлученную с детьми женщину вступилась ее подруга, тоже приемная мать. Уверяет, что подозрения в адрес Светланы несправедливы и вообще она настоящая героиня. Ведь не каждая решится взять на воспитание детей с ВИЧ. Никаких документов не показывают, не предъявляют ни синяка, ни ребенка, ни фотографий. Просит показать хоть какие-то материалы дела. Мне говорят, это служебное расследование, служебное пользование. Я могу вам сказать, что это кошмар. Вот мы приемные мамы, сидим все и нас потряхивает, потому что мы прекрасно понимаем, что в следующем может быть каждый из нас. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. В частности, будет дана оценка правомерности действий службы опеки.